Добрый вечер, дорогие друзья! Мы снова на YouTube-канале Марка Солонина. За окном декабрь 2021 года. Год заканчивается, а мы начинаем. Наконец-то мы подошли к тому, я думаю, для чего многие из вас и пришли на этот канал. Мы начинаем рассказ о уже реальном участии Советского Союза во Второй мировой войне. Наша сегодняшняя тема – это август 1939 года. Да, это действительно звёздный час товарища Сталина. Никогда во все его длинные и богатые события карьеры у него не было такого периода с такими блестящими, триумфальными победами. Это был очень длинный месяц. Это был необычайно длинный месяц. Этот звёздный час Сталина начался 15 марта 1939 года. Ну, наверное, плюс-минус закончился 30 ноября того же 1939 года. О том, что было между этими двумя датами, мы будем говорить в нашей сегодняшней и следующей передачах. Ну, настоящий, правильный научно-исторический подход, методология, вспомнил, требует сначала начать с историографического обзора, что вообще по этому поводу писали специалисты. Ну, благо по этому поводу, по поводу августа 1939 года, советские специалисты, российские специалисты писали примерно одно и то же. А времени у нас не так много, поэтому излагаю простыми человеческими словами версию советской, да и, собственно, сейчас российской историографии, по поводу августа 1939 года в кратчайшем и очень точном изложении. Жил да был красавец гусар, кавалергард двухметрового роста, касаясь сажен в плечах, красавец. Вот, и воспылал он любовью к даме, замужней даме, что не есть хорошо. Ну, в общем, прыгал, он вокруг него скакал, и так редак, и мелким бесом рассыпался, комплименты дама слушала, но больше ничего. Прыгал-прыгал гусар, а потом все это мне дело надоело, плюнул и занялся любовью с мужем этой дамы. А причем, заметьте, вот эта смена ориентации, прям радикальная, полная, на 180 градусов смена ориентации, произошла буквально за 5-6 дней. Вот что бывает. Вот, а теперь все то же самое, только уже не моим гнусавым голосом, а начитанное профессиональным диктором. Смотрим и слушаем. Август 1939 года. Москва. Представители Англии, Франции и СССР ведут напряженные переговоры о возможном создании антигитлеровской коалиции. Неожиданно для советской стороны представители западных держав заявили, что у них нет полномочий на заключение какого-либо договора. Ответ Сталина стал для них полной неожиданностью. 23 августа в столицу Советского Союза прилетел министр иностранных дел Германии Иоахим Риббентроп, и уже ночью в Кремле был подписан советско-германский договор. СССР и Германия договорились не нападать друг на друга. И это был шок. Шок для всего Запада. Они так рассчитывали, что Гитлеру стремится на восток, и там завязнет. Вот так это дело рассказывают для широкой публики в 21 веке. Есть, конечно же, гораздо более серьезные работы, без уже всяких шуток. На мой взгляд, одно из лучших. Говорю так осторожно, просто из осторожности. Я лучше не видел. Это Сергей Владимирович Демидов. Это его докторская диссертация, изданная микроскопическим тиражом Рязанским государственным университетом. Тогда назывался еще Педагогический институт. Все это имени Есенина. Так вот, значит, работа Демидова – это огромные труды. Это докторская диссертация, европейская политика и дипломатия Великобритании в 1933-1939 году. Ссылочка у нас в описании будет. А вот в этой большущей работе целая книга. Есть глава третья, как раз посвященная Августу. Англо-франко-советские переговоры 1939 года и причины их провала. Каковая глава? Вот прямо начинается с очень точной и правильной фразы. Читаю медленно вслух. Кавычки открываются. Весной 1939 года расстановка сил на европейском континенте на случай возникновения войны, ну так написано, обрела ясное очертание. Две западноевропейские страны, Великобритания и Франция, их союзники в лице малых государств Восточной и Юго-Восточной Европы противостояли двум тоталитарным диктатурам. Так и написано. Издано в России. Рязанским полярпединститутам противостояли двум тоталитарным диктатурам. Чё, все думают, вот это мужик отжигает. Вообще сейчас статья. Ага, смотри, год издания. Это год издания 2001. Ну, 2001 тогда ещё как-то оно было попроще. Тогда ещё Владимир Владимирович только советский гимн возвращал. Не, ну мощно, мощно. Читаем дальше, я же остановился на запятой. Две западноевропейские страны, Великобритания и Франция, их союзники в лице малых государств Восточной и Юго-Восточной Европы противостояли двум тоталитарным диктатурам, запятая, Италии и Германии. Вот кому они противостояли. Про третью тоталитарную диктатуру Сергей Владимирович не вспомнил. Но давайте всё-таки мы с вами вспомним, знающие люди, что всё-таки была на европейском континенте ещё одна тоталитарная диктатура. Советская, сталинская, коммунистическая, большевистская. Какова диктатура подмяла под себя самую большую страну на свете? Шестая часть, если я не путаю, планеты. И с какими же результатами эти две диктатуры, сталинская, коммунистическая и гитлеровская, фашистская, нацистская, подошли к рубежу 1939 года. Ну, здесь многое можно. Выплавка стали, добыча угля, настриг овец, прирост и урожай. Меня интересует не урожай, меня интересует в данном случае чисто человеческое измерение. Человеческое измерение достижений этих двух диктатур. Значит, чем к рубежу 1939 года, то есть к рубежу надвигающейся Второй мировой войны, подошла сталинская диктатура? Сказать всегда сложно не потому, что цифры. Цифры есть, как их интерпретировать. Но в самом аккуратном, предельно сжатом, предельно сжатом виде с 1921 по 1938 год включительно, не считая гражданскую войну, не считая голод 1921 года, будем считать, что это было стихийное бедствие, с 1921 по 1938 год включительно, сталинская большевистская коммунистическая диктатура предумышленно убила 746 тысяч человек. Что такое 746 тысяч человек? Это расстрелянные по приговорам, в том числе и приговорам троек, по контрреволюционным преступлениям. Только по контрреволюционным преступлениям. И вот прямо и конкретно расстрелянных. 746 тысяч. Ну, это, как вы понимаете, не всё. Ну, во-первых, если мы смотрим на статистику большого террора 1937-1938 годов, то мы видим, что между цифрой арестованных только по контрреволюционным преступлениям и цифрой, получивших хоть какой-то приговор, там полтора миллиона арестованных, округляю, миллион триста приговоров, есть некая разница, дельта. Дельточка такая. 230 тысяч человек, которых чекисты в 1937-1938 годах арестовали, а никакого приговора не появилось. Это, безусловно, может быть связано с тем, что арестовали, а потом отпустили. Такое бывало. Особенно в конце 1938-го, начале 1939-го, когда происходила вот эта смена ежовской команды на беревскую команду, и разыграли что-то вроде даже осуждения нарушения социалистической законности. Да, кого-то и отпустили. Но, по большей части, это всё-таки люди, которые просто не дожили до приговора, потому что погибли в процессе того, что называлось следствие. Как минимум, прямо умышленно убитым надо добавить никому неизвестное огромное число людей, которых гнали во всех этих бесконечных этапах в ГУЛАГе, начиная со скулаченных, которых достреливал конвой, которые падали на этих дорогах и где-то там в этой тайге прикопаны. Ну, я думаю, что по очень-очень и очень аккуратной оценке мы наберём где-то, насчитаем, 900 тысяч человек предумышленно убитых государством. Только по контрреволюционным статьям. Всех уже говорит про общую цифру, общую цифру жертв сталинского большевистского коммунистического террора за вот эти годы, с 1921 по 1938 годы включительно. Но главная составляющая – это, конечно, голодомор. В очередной раз напоминаю постановление Государственной Думы Российской Федерации от 2 апреля 2008 года, в соответствии с которым жертвами искусственного голода 1934 годов стало 7 миллионов человек. Ну, тут нам говорят наши оппоненты, абсолютно обоснованно говорят, а у вас приговор есть? А у вас бумага? Вот у вас есть бумага с подписью Сталина, где Сталин приказал этих людей убить? Нет у нас такой бумаги. А вот бумага о том, что Сталин распорядился послать в такие-то, такие-то голодающие районы зерно, есть? Есть. При этом это неумышленное убийство. Это халатность, трагическая случайность, злоупотребление местных кадров, перегибы на местах. Но есть у нас это самое раскулачивание, ну, уж минимум миллион, минимум миллион человек, которых выкинули из своих домов, зимой по большей части дела происходило, грузили в баржу, вывозили куда-то в тайгу, выбрасывали на голый берег. Самое малое, самое малое, полмиллиона при этом погибло. Это умышленное убийство. Нет, говорят нам наши оппоненты, никто этих людей к смерти не приговаривал. Постановление советского правительства требовали создать там трудовые лагеря, обеспечить их топорами, пилами, палатками, всеми необходимыми для жизни в тайге, так сказать, предметами. Не будем спорить, сразу согласимся с тем, что это не предумышленное убийство, это убийство по халатности. Таким образом, с 1921 по 1938 год включительно, большевистская диктатура убила где-то порядка 9 миллионов человек, из которых одна десятая, порядка 900 тысяч человек. Это, безусловно, предумышленное убийство, только и исключительно по контроляционным статьям, то есть по политическим виниям. С этим подошла к рубежу 1939 года, к марту 1939 года, сталинская диктатура. Какие достижения у оппонентов? У коричневой нацистской гитлеровской диктатуры. Ну, по приговору суда казнен один единственный человек. Несчастный, скорее всего, умственно больной Маринус Вандерлюбе, голландский коммунист, которого обвинили в поджоге Рейстага. Это один. К предумышленным убийствам, безусловно, мы относим так называемую ночь длинных ножей, 30 июня, 2 июля 1934 года, когда было расстреляно руководители штурмовых отрядов. Ну, это не самые приятные люди. Тем не менее, это предумышленное убийство людей по политическим причинам, мотивам. Кроме того, там ведь под шумок, под шумок вот этого дела, расправы с руководством штурмовиков, они постреляли еще много всяких разных людей, в том числе из бывших буржуазно-демократических руководителей в Эймарской Германии. Ну, считается, что в диапазоне от 72 до 150 человек, не тысяч, ребята, не тысяч, от 72 до 150 человек был убит во время этой так называемой ночи длинных ножей. И третий эпизод убийств, это так называемая хрустальная ночь, то есть волна организованных, совершенно четко организованных еврейских погромов, которая прокатилась по Германии 10-11 ноября 1938 года. Это все дело было организовано с участием переодетых эсэсовцев. Все это контролировалось докладами. Это, конечно, не был взрыв народного возмущения, поэтому мы, безусловно, это относим к преступлениям режима. Опять же, по разным оценкам, от 20 до 100 человек они при этом убили. Хотя в руководящих инструкциях к организации этой массовой провокации было сказано, что смерть убийства надо избегать. Ну, уж не будем придираться. Складывая все это дело, умножая в два раза, ну, мы получаем, что гитлеровская, нацистская, фашистская коричневая диктатура убила, ну, где-то порядка полутысячи человек. Ну, тут вы, конечно, привыкнули, ну, те, кто постоянно на моем канале, знают, я всегда графики, там рисую диаграммы, ну, господа, не будет никаких графиков. Ну, невозможно это изобразить. Ну, невозможно в масштабе сталинских репрессий изобразить гитлеровские репрессии. Понимаете, если я нарисую некий кружок, который символизирует, отражает 9 миллионов убитых, ну, 500 убитых будут точечкой, которая не видна на экране. А как же концлагеря? А как же концлагеря? Хотите вы меня спросить? Ну, конечно, концлагеря были. Это началось прямо после прихода гитлеровцев к власти, сразу же весной 1933 года. Без суда и следствия, штурмовики хватали людей по заранее составленным спискам активистов коммунистической партии, социал-демократической, вообще всех кого они, кто им не нравился. Людя хватали, избивали, бросали в какие-то зинданы, сказать, по-нынешнему. То есть незаконно организованные тюрмы, потом эти незаконно организованные тюрмы начали превращаться в то, что вошло в историю под названием гитлеровский и нацистский концлагерь. И на пике, на пике этого террора в июле 1933 года в концлагерях было 27 тысяч человек. К концу года большую часть отпустили по домам населения, так сказать, концлагерей нацистских снизилось до 7 тысяч человек. Потом оно опять стало наполняться. После хрустальной ночи туда отправили 35 тысяч евреев, и пик, максимальное число заключенных в гитлеровских концлагерях было 60 тысяч человек. Затем в 1939 году опять начали отпускать. Прежде всего, евреев, которые соглашались уехать из Германии, давали об этом соответствующие обещания, обязательства. И таким образом, на момент начала Второй мировой войны в гитлеровских концлагерях было 25 тысяч человек. Ну, население ГУЛАГа всегда измерялось миллионами. Но менялось. Сейчас не хочу даже тратить время на эту бесконечную статистику. Назову одну цифру. Только в 1937-1938 году только по контрреволюционным статьям, не считая там статью про Колоски, хищение соцсобственности и так далее, только по контрреволюционным статьям за два года 1 миллион 660 тысяч человек были осуждены к разным срокам заключения в тюрьмах и гулаговских концлагерях. Вот такие вот результаты. Одним словом, этот результат выражается так. В масштабе сталинского террора, гитлеровского террора просто не видно. Но что интересно, в масштабе того всемирного, всеевропейского возмущения, ненависти и проклятия, которые вызывал, совершенно справедливо вызывал диктаторский, тоталитарный гитлеровский режим, возмущения сталинским режимом тоже не видно. У Сталина была безупречная репутация. В кругах прогрессивной общественности интеллигенции, властителей дум. Когда я готовился к этой передаче, я созвал всех своих друзей, ну, через интернет, сейчас это делается, лучшие люди эпохи, спросил у них, ребята, назовите мне одну фамилию, я не могу такое назвать, назовите мне, вспомните, одну фамилию писателя, ученого, журналиста, философа, вот таких вот людей, которые являются моральным авторитетом, нравственным камертоном, которые слушают, читают, властители дум. Назовите мне одного человека в Европе, в Америке, в мире, который бы до 1 сентября 1939 года, до начала Второй мировой войны, который бы сказал, сталинская коммунистическая диктатура настолько же омерзительна, или даже более омерзительна, чем гитлеровская. Думали, 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 никого не вспомнили. Ну, есть Артур Кестлер с его романом «Тьма в полдень», или по-русски это переводят обычно как «Сияющая тьма», но это все-таки 40-й год, и это, прямо скажем, совсем не о том, реально первое художественное отражение, осмысление катастрофы катастрофы большевистской, это, конечно же, великий и страшный роман Джеймса Орвелла 1984 год, но это, конечно же, значительно позже 1939 года. Так что, блестящую репутацию товарища Сталина никто подрывать до войны не стал. Так, а как же обстоят дела с противниками, ну, с потенциальными на тот момент, еще потенциальными противниками двух тоталитарных диктатур. Я имею в виду не Италии и Германии, а Советского Союза и Германии вместе с Италией. Англия, Франция. Огромные мировые державы. Ну, Англия на тот момент это не Англия, это Великобританская империя с территорией 40 миллионов квадратных километров. Напоминаю, что немаленький Советский Союз это 22 миллиона квадратных километров с колоссальными ресурсами. Там же была эти английские острова и Канада и Австралия и то, что сегодня называется Индией Пакистаном и Южной Африкой и так далее, так далее, так далее. Огромные ресурсы, но ресурсы эти, простите, распределены по всей планете. Для связи между ними нужен мощный флот. Это очень дорого. Ну, и, конечно же, понятно, что политическим, экономическим, промышленным, научным центром были все-таки острова. Но возможности большие. Да и у Франции на тот момент были немало заморских территорий, тоже возможности были немаленькие. Но обе страны и Англия, Великобритания, Франция находились, на мой взгляд, на тот момент в состоянии выздоравливающего, который вот только-только после тяжелейшей болезни начал, цепляясь за стенку, вставать с постели. А что же с ними случилось? Ну, вы понимаете, что с ними случилось. С ними случилась страшная катастрофа Первой мировой войны. У нас, у нас, у людей русскоязычного мира, бывших советских людей, говоря проще, у нас Первой мировой войны в нашей картине мира, в нашем менталитете, в нашей, простите, общенародной памяти просто нет. Ну, назовите мне песню. Песню Первой мировой войны. Вспомните какой-нибудь художественный фильм, посвященный этим событиям. Роман какой-нибудь, события, которые там развиваются и не выходят дальше в Октябрьскую революцию. У нас этого нет. Мы об этом забыли, потому что события, грандиозные события Октябрьской революции, так называемой Гражданской войны, всего, что из этого началось, вытеснили из памяти народной так называемую империалистическую войну, которую большевики по гениальному совету товарища Ленина превратили в войну гражданскую. А вот у них там все не так. И понятно, почему не так. Англия потеряла убитыми, только убитыми, в Первую мировую войну 994 тысячи человек, без малого миллион. Плюс Канада 57 тысяч, плюс Австралия 59 тысяч, только по вот этим двум доминионам, значит, вместе с Англией 1 миллион 110 тысяч убитых. Это, сразу же говорю, ну, примерно в три раза больше, чем потеряла Великобритания во Вторую мировую войну. В три раза больше. Крохотная Бельгия в Первую мировую потеряла 120 тысяч человек убитыми. Но главные потери, это, конечно, Франция. Франция потеряла миллион двести тысяч солдат. Причем, чтобы оценить масштаб этой бойни, за первые четыре месяца войны, то есть в 2014 году, за первые четыре месяца убитыми, только убитыми, Франция ускорила, потеряла 306, 306 тысяч человек. В целом, Франция еще, вот я, как уже сказал, миллион 200 тысяч солдат, 130 тысяч мирных жителей. Война-то происходила на территории Франции. Результаты. 14% мужчин призывного возраста убыли, они убиты. В возрастной группе 18-25 лет, то, что называется жених. В этой группе французов убит 30%, то есть почти что каждый третий. 800 тысяч инвалидов после этой войны. На 11 женщин детородного возраста 20-39 лет приходится только 9 мужчин, то есть тяжелейшая демографическая катастрофа. Я уж не говорю про гигантские военные потери, это тут как-то на этом фоне даже не приходится о ней говорить, но дело не только в этом, может быть, и не столько в этом. Кроме всего этого ужаса, потерь людей, трагедии близких, инвалиды, разрушенные семьи и так далее, страшный морально-нравственный надлом общество. Этого никто не ждал, весь 19 век Европа пребывала в ощущении, что наступил золотой век. И вдруг этот золотой век почему-то в 14-м году оборвался. И миллионы людей в этой цивилизованной Европе начали истреблять друг друга ядовитыми газами. Газы в этих друг на друга выпустили 125 тысяч тонн. Нарывать друг друга в клочья пушками, пулеметами и после этого никто не мог вспомнить, зачем мы это вообще делали. Вот мы зачем друг друга убивали? Они нам что, мешали вот эти люди? Мы их почему убивали такими количествами промышленными? И самый страшный вопрос, который со всех, с двух сторон подсказывали этот вопрос, и красные, и черные, и коричневые. А где же ваша хваленая демократия? Где же это ваши народы власти? Где эти ваши парламенты? Где эти ваши сдержки противовеса? Почему они не смогли эту бойню остановить и предотвратить, а потом и остановить? Мы сейчас даже не представляем, какую колоссальную роль просто от краеугольного камня в нацистской и коммунистической, фашистской пропагандах имела вот эта вот память о трагедии Первой мировой и не и неспособности демократической парламентской системы с этим справиться? Вот этот страшный надлом в конечном итоге понятно приводил к чему? Never again никогда больше, никакой войны больше мы слышать, видеть и знать не хотим. Вот с этим вот жили две великие страны, Великобритания и Франция, что в частности нашло свое отражение в том, как мало средств, финансов они расходовали на свою оборону на создание укрепления и перевооружение своей армии. Вот перед вами табличка, мы ее однажды уже видели, посмотрим ее еще один раз. То есть в 32-м году, в 32-м году, когда еще Гитлера власти нет, когда Вермаркская Германия еще выполняет обязательства по Версальскому договору, эти обязательства, ну, фактически ее разоружили, разрешив иметь крохот, ну, в этом масштабе крохот на армию 7 дивизий 100 тысяч человек, и мы видим, что Франция, которой никто не запрещал тратить, сколько она сочтет нужным, Великобритания, огромная империя, которой никто ничего не запрещал, не ограничивал, они расходуют на оборонные нужды всего лишь, именно так, всего лишь в два раза больше, чем Германия, которая вообще фактически была демилитаризована. А дальше приходит Гитлер власти, и мы видим, что происходит. И мы видим, что происходит, все на экране. Расходы Германии возрастают на порядок, а будущие союзники партии гитлерской коалиции медленно и печально раскачиваются. Еще одна табличка, сразу предупреждаю, здесь цены 1944 года, это да, все это таблица составлена в миллионах долларов, это цены 1944 года, поэтому немножко не те цены, нас интересуют даже не абсолютно цифры, а пропорции. Но все пропорции перед вами, вы их прекрасно видите, и вы их прекрасно видите. Что Германия с того момента 1935 год, как она после прихода гитлерок власти начала перевооружаться, расходует на вооружение сначала просто на порядок больше, потом в разы больше, чем ее будущие потенциальные противники, ну и понятно, какой может быть из этого дела результат. Это же дело не только в том, что расходовалось мало, гораздо меньше, чем расходовала Германия, которая кинулась в это свое стремительное перевооружение, создание крупных наступательных вооруженных сил на что же еще расходовали. Ну, как мы уже сказали, Британия, Великобритания это огромная морская империя, поэтому большая часть военного бюджета естественно уходила на флот. Флот это невероятно дорогостоящая вещь, а для того, чтобы поддерживать связь тут у нас Канада, тут у нас Австралия, тут у нас Индия, тут у нас Южная Африка, нужно было иметь огромный многочисленный флот. Туда все деньги и уходили, почти все. Только в 1939 году они задумались о том, что надо, надо все-таки сформировать, страшно сказать, 16 дивизий, но Советская Союз на тот момент был примерно на 1-0 больше. А что делали французы? А французы расходовали половину своего и без того мизерного военного бюджета на строительство Великой Французской Стены. Великая Французская Стена, вот она перед вами на экране, называлась у них линия Маженону, естественно, по фамилии министра обороны. Строили они эту Великую Стену вдоль границы с Германией, от Швейцарии до Бельгии. С Бельгии думали как-то решить за счет включения Бельгии в общий военный союз, когда Бельгия сказала, что мы будем нейтралами в будущей войне, то оказалось, что там у нас просто дырка. Ну, стали что-то стремительно достраивать, кое-что успели достроить. В результате создавалось, ну да, потратили уйму денег, потратили, ну, с 28 по 36 год, это 8 лет. Построили вот такие циклопические сооружения, вот то, что вы видите, это просто рукотворная гора. Просто страшно смотреть на картинку, рукотворная гора, значит, пронизанная какими-то коридорами, туннелями, лифтами, элеваторами, бесконечным количеством рядов пушек малого калибра, большого калибра, зенитные, пулеметные, противотанковые. Тут у нас и свой госпиталь, тут у нас и свой, значит, склад боеприпасов, еды, продовольствия на несколько месяцев. Это дело соединялось подземными дорогами, подземными железными дорогами с другими подобными горами. Такие горы, они, если не ошибаюсь, сделали 22 штуки. Ну, конечно, да, 22 такие горы, но по большей части, конечно, были другие сооружения, 520 артиллерийских дотов и 3200 относительно небольших пулеметных. для чего надо было делать этот разговор отдельный в эпоху, когда появились самолеты, когда маленький такой самолетик, там, 5-тонный Юнкерс-87 брал бомбу веса в 1 тонн, но эта бомба гарантированно проламывала любые бетонные перекрытия. Но это вопрос другой, факт в том, что на это денег потратили уйму, и в результате на создание сколь-нибудь современной армии осталось у французов всего-то и ничего. Вот так вот они и подошли к рубежу 15 марта 1939 года. А что же произошло 15 марта 1939 года? Очень бы хотелось мне задать этот вопрос в вестибюле главного корпуса МГУ, посмотреть, найдется ли на 100 человек, ну, человек хотя бы 5, кто ответит, или 10. Значит, 15 марта 1939 года Германия в один день без долгих разговоров разорвала в клочья Мюнхенские соглашения и оккупировала, ликвидировала Чехословакию. Ну, Чехия была просто оккупирована и стала называться протекторат Богеми Моравия. Со Словакией проделали некий не слишком хитрый финт, то есть она произгласила свою независимость, отделилась от Чехословакии и тут же отдалась под покровительство Третьего Рейха. При этом ее так уже обгрызили, как вы видите, первый раз по первому венскому арбитражу Венгрия, оторвала южную часть Словакии, а вот 15-го без долгих разговоров оккупировала и то, что сейчас называется Закарпатская область Украины. Подкарпатская Украина, как она тогда называлась. Украинцы пытались несколько дней оказать вооруженное сопротивление, многие говорят, что это первый вообще в истории Второй мировой войны эпизод вооруженного сопротивления нацистской агрессии, но понятно, что при таком неравенстве сил это все закончилось за один или два дня. Все, исчезла Чехословакия. Иван Майский, наш посол в той эпоху Великобритании, в своей книжке позднее после войны пишет «Европу потряс удар политического землетрясения». Вот такая вот оценка 15 марта. Безусловно, не зная об этом, безусловно, не зная, эта книжка вышла в 62-м году, немецкий посол в той же самой Лондоне, в том же Лондоне, Герберт фон Дирксен, в своем докладе пишет «Вступление германских войск в Прагу подействовало на английскую общественность как гром среди ясного неба». 16 марта на следующий день после 15-го посол Франции в Германии Кулундер пишет министру иностранных дел Франции Бонне, там большущий текст, читая несколько отрывков из начала и последний абзац. 16 марта 1939 года. Спустя 6 месяцев после заключения Мюнхенского соглашения Германия, обращаясь со своей собственной подписью и подписями своих партнеров как чем-то несущественным, спровоцировала раздел Чехословакии, силой заняла Богемию Моравию и присоединила эти две провинции к Рейху. Чехословакия, которая пошла в Мюнхене на такие ужасные жертвы ради сохранения мира, перестала существовать. Таким образом, мюнхенские соглашения в конечном счете явились для гитлеровских руководителей лишь средством разоружения Чехословакии перед ее аннексией. И заключительный абзац. Это большого текста. В заключении я ограничусь несколькими выводами, вытекающими из акта насилия, это пишет французский посол о Берлине, вновь совершенного Третьим Рейхом. Гитлеровская Германия сбросила маску. «Теперь ясно, что стремление фюрера к господству безгранично. Ясно также и то, что бесполезно надеяться на успешное противодействие фюреру иными аргументами, кроме силы». Точка. Германия Адольфа Гитлера является отныне страной, устремлённой к завоеванию Европы. Не успел закончиться месяц март, и не успела ещё публика переварить и опомниться от этого удара землетрясения или удара грома, как Германия немедленно предъявила претензии к Польше. К Польше. На этот раз тоже надо было всего-то чуть-чуть. Как и прошлый раз это было дело сделано в случае с Мюнхеном. Чуть-чуть. Вот перед вами этот самый польский коридор. Это карта. Это карта Европы, какая она была в марте 1939 года. То есть в состав Германии, который тогда себя называл Третий Рейх, входила Восточная Пруссия. И, как вы видите по карте, у них не было единого территории, а это был разорван на две части. Территориальной неразрывности в Германии не было. Был вот такой вот танклав отдельный восточно-прусский. Соответственно, в марте месяце Германия в ультимативном форме потребовала от Польши, во-первых, передать им город Данцик. Это то, что сейчас называется город Гданцик. Старинный город, крупный порт, но понятно, это там, где одна из крупнейших Рейх Европы, Висла, впадает в Балтику. Отдать им Данцик, который на тот момент имел статус вольного города, не понадлежащего никому, и через вот эту разделительную полосу польской территории, так называемый польский коридор, разрешить немцам строительство экстратериальной дороги, дороги, автомобильной, железной, которая бы связала две части Германии. Ну, если бы не было Мюнхена и 15 марта, которая последовала после Мюнхена, может быть, эти условия кто-то бы еще стал обсуждать и слушать. Ну, понятно, что после того, что произошло, уже ни у кого не оставалось сомнений в том, что если дать Гитлеру палец, то он отхватит всю руку, что разговоры про коридор это только разговоры. 23 марта 1939 года польское правительство в ответ на эти замечательные предложения Германии провело частичную мобилизацию и 28 марта заявило, что любое изменение статус Кво Данцига будет рассматриваться как акт агрессии. Совсем что из этого следует. Далее мы возвращаемся к однажды упомянутому уже Дирксену. в 1948 году вы не поверите но вот оно перед вами в 1948 году в Советском Союзе на тот момент даже прям Сталинской империи был издан так называемый Дневник Дирксена вот этого посол Германии в Лондоне он остался в личном архиве его и был в качестве трофея в Красной Армии значит оказался в Москве. Еще раз обращаю внимание то что сейчас я буду читать прям читать долго и нудно это было опубликовано аж в 1948 году меня что интересует меня интересует то как Дирксен человек который находился в Англии Лондоне непрерывно общался с руководителями внешнеполитического ведомства Англии наблюдал все это дело изнутри как он описывает тот радикальный фундаментальный переворот который произошел в английских умах и в английской политике кавычки открываются читаю прямо с экрана под давлением этих влияний Чемберлен выступил в пятницу 17 марта в Бирмингеме с известной речью в очень резком тоне она положила начало политике окружения политика окружения это то что в советской историографии называется борьба за коллективную безопасность в Европе а в общем-то в конечном итоге получила название антигитлерская коалиция гитлеровцы же и Дирксен он был очень даже убежденный нацией этим называли попытки создания военно-политического союза между англо-французским блоком с одной стороны и востоком и государствами на востоке что на тот момент имелось ввиду Польшу и Румыния с этого времени события начали развиваться быстрее у меня в эти дни были два острых столкновения с Галли Факсом это министр иностранных дел Британии который не только категорически высказался против присоединения Богемии и Моравии и не хотел слушать никакие контраргументы но вообще встал на дыбы и сознательно усугублял стату положения он наотрез отказался в каком-либо извинении за наглое оскорбление фюрера в палате общим депутатом Дав Купером ну Дав Купер который вы сейчас видите перед собой конечно мог оскорбить фюрера даже не сомневаюсь он был очень большое место первый лорд адмиралт не считая многих других его должностей и званий когда обсуждалось Мюнхенское соглашение он был категорически против после того как британское правительство его подписало и утвердило он знак протеста ушел со всех должностей но остался депутатом парламента естественно которого спикер даже не призвал к порядку он то есть Галли Факс угрожал высылкой германских подданных в тот же самый день 18 марта посол Гендерсон это английский посол в Берлине был демонстративно вызван в Лондон для доклада германское вступление продолжаю дальше отдельными отрывками читать дневник Дирксена то есть немецкого посла Лондона германское вступление в Богемию и Моравию и занятие Праги явилось поворотным пунктом в англо-германских отношениях и вообще в британской внешней политике события 15 марта воздействовали на умы англича трояким образом первое смысле политического соотношения сил присоединением Богемии и Моравии и превращением Словакии в протекторат дальше идет очень четкая циничная но верная формула была превзойдена та мера превращения могущества которую Англия была готова предоставить Германии в порядке односторонних действий без предварительного согласования с Англией вступление в Прагу подействовало на английскую общественность как гром с ясного неба после того как она оправилась от первого шока с натиском и быстротой опрокидывающей все доводы здравого смысла с точки зрения Джексона опрокидывающей доводы здравого смысла начало формироваться мнение основное на полном непонимании действий Германии обострение позиций Англии исходило первоначально не от правительства а от политической общественности от парламента из избирательных округов эти интриги и кризисы непосредственное влияние оказали непосредственное влияние поскольку принудили Чемберлена сделать еще более ясно сформулированные заявления что всякое изменение статус-кво в Данциге будет означать для Англии необходимость выполнить свои союзные обязательства одновременно все более возрастало возбуждение враждебность к немцам решимость воевать или фатализм широких масс населения представление что всякое изменение существующего положения предпринятое без согласия Польши будет иметь следствие объявления войны Германии со стороны Англии овладела как маниакальная идея умами широчайших кругов Англии в начале июля настроение населения может быть охарактеризовано в следующем разрезе первая прослойка представляла собой численно незначительную но политически влиятельную группу которая сознавала опасность принятого курса и стремилась каким-либо образом прийти к соглашению с Германией однако она была в известной мере в плену своей собственной политики затем следовал более широкий круг решительных и подстрекающих к войне врагов Германии состоящих из группы Черчилля Идена Эмири Купера с их приверженцами из леволиберальных пацифистских элементов газетной группы из влиятельных еврейских групп из эмигрантов американского влияния третий слой широкая общественность у которой не было ненависти Германии но которая устала в кавычках от вечных помех для спокойного развития ответственность за которую она возлагала на Германию ее чувства могут быть лучше всего выражены фразой если борьба неизбежна не будем ее откладывать в практических делах это все означало это все выявилось проявилось для начала в том что 31 марта мы несколько возвращаемся откатываемся по хронологии назад 31 марта 39 года естественно Чемберлин глава правительства выступая в парламенте заявил что случай германской агрессии против Польши британское правительство придет ей на помощь всеми имеющимися в его распоряжении средствами 13 апреля аналогичные гарантии были даны Румынии и Греции в те же дни об этом заявила и Франция ну как вы понимаете бескомпромиссный борец против фашистской агрессии Советский Союз деликатно отмолчался и так и так скажем так по состоянию на конец апреля ну где-то через месяц после 15 марта вообще говоря в Кремле можно было уже разливать шампанское англо-французы подписались они заявили о том что следующие акты агрессии со стороны Германии они уже не потерпят после всего того что произошло в Мюнхене и той оглушительной оплеухи которую они получили 15 марта ничего другого уже не могло быть попытка продолжать мюнхенский курс вот в этой ситуации при этих настроениях общественности просто закончилась бы тем что если правительство бы слетели появились бы другие правительства которые с самого начала были против политики умиротворения так что в данном случае это были не только слова в этой ситуации обратите внимание как гитлеровский нацистский посол подчеркивает избирательная округа общественность избиратели то есть они подписались и они реально подписались в этой ситуации любые следующие акты агрессии страны Германии ну в общем-то они были практически неминуемы автоматически втягивали англо-французы в войну при этом товарищ Сталин который никому ничего не обещал ни подо что не подписывался да и территориально территориально просто был отделен от предстоящего театра военных действий мог как мудрая обезьянная с китайской притчи сидеть на горе и наблюдать как в долине рвут друг друга в клочья два тигра но разумеется товарищ Сталин решил сыграть гораздо более красивую эффектную игру да товарищ Сталин решил сыграть гораздо более эффектную игру но тут любой читатель слушатель или зритель который достаточно подготовлен в этих вопросах советским ученникам конечно же удивится какая игра какая игра у нас ничего не было чудовищная неготовность к войне одна винтовка на трои что там что-то вообще можно было в этой ситуации делать и чем-то рулить а как же не прийти к такому выводу много раз упомянутый дальше мы его еще потом упомянем много раз товарищ майский советский посол в лондоне в 62 году выпустил ту самую книжку книжка называлась кто помогал гитлеру в этой книжке рассказывалось кто же все-таки в 39 году помогал гитлеру гитлеру я надеюсь что вы мои уважаемые слушатели зрители конечно догадайтесь кого имел ввиду майский так вот в этой книге товарищ советский посол пишет кавычки открываются цитирую положение советского правительства летом 39 года можно было уподобить положению человека которого все выше захлестывает морской прилив вот вода дошла ему до колен вот она дошла до пояса потом до груди потом до шеи еще мгновение вода скроет голову если человек не сделает какого-либо быстрого решительного скачка который вынесет его на скалу недоступную для прибоя это 62 год значит прошло уже полвека в следующем году будет 60 лет а полвека спустя и вот смотрим опять же на экран как это рассказывают в 21 веке дорогим россиянам в это время СССР еще не был готов к войне военное производство в СССР увеличилось возрастало 39 процентов прироста ежегодно но сил у СССР просто не было значит сил у СССР просто не было ну давайте попробуем эти интересные слова наполнить каким-нибудь конкретным содержанием еще что-нибудь почитаем у нас сегодня день чтения уж так получилось простите в 36 году молодой советский авиаконструктор Александр Яковлев посетил Францию в своих мемориях он пишет кавычки открываются осматривая авиационные заводы обратите внимание заводы надо же было много показать советскому конструктору осматривая авиационные заводы Франции я невольно сравнил их с нашими и каждый раз с глубоким удовлетворением приходил к выводу что и по масштабу и по качеству оборудования ни одно из виденных мною французских предприятий не могло идти ни в какое сравнение с любым из наших рядовых авиационных заводов ну это же понимаете ну это советская пропаганда агитка там напечатана в годы за стоя ну хуйно шо в том же самом 36 году советский союз посетил Луи Шарельбреге тот самый Шарельбреге который будущим был конструктором Миражей включая Пятый Мираж легендарный участник движения сопротивления авиаконструктор предприниматель промышленник посетил он советский союз в 36 году да и написал используя труд в 10 терра большего количества рабочих чем Франция советская авиационная промышленность выпускает в 20 раз больше самолетов ну может быть ему показалось может никто секретные отчеты не показывал о производстве ну мы-то сейчас уже кое-что видели немножко реальной статистики вот в том самом 36 году когда Шарельбреге посетил советский союз а соответственно Яковлев Францию в 36 году на вооружении советских ВВС числилось более 6 тысячи самолетов а французских ВВС было страшно сказать 386 еще раз 6 тысяч и 386 при этом в следующем 37 году это я говорю о наличии о наличии следующая фраза по поводу производства в 37 году в Советском Союзе было произведено еще 6 тысяч самолетов а что делали в это время французы французы в это время в 38 году то есть с отрывом в 2 года от нашего И-16 наконец сделали истребитель моноплан по своим парламентам более-менее до и шака дотягивающих этот самый Мэрон Солье МС-406 вот и с производством у него была большая беда потому что им не хватало двигателей чтобы обеспечить производство этого самолета а двигатель они решили купить в Советском Союзе откуда в Советском Союзе такой хороший мотор скажете он и есть то есть сначала Советский Союз купил во Франции лицензию на производство двигателя испанно-сюиза Y-12 начал их тиражировать под пролетарским названием М-100 М-103 в огромных количествах и тут французы вспомнили что их-то мотор делается там и обратились с просьбой ну пришлите нам 200 штук 200 моторов намечен комплектовать наше производство самолетов ну разумеется Советский Союз им дал показал дулю 200 моторов они не получили просили они это дело в мае в мае 39-го года в этом самом 39-м году когда французам не дали 200 моторов не продали значит не дали не продали в этом самом 39-м году один единственный завод номер 26 выпустил 5266 моторов М-103 не считая моторов уже новой модификации 104 и 105 которые они начинали производство значит в итоге к концу к 1 октября ну через месяц от начала войны к 1 октября 39-го года самолетный парк советских ВВС вырос до цитирую из Мельтюхова до 12677 самолетов 12677 самолетов и превосходил общую численность авиации боевой авиации военной авиации всех участников начавшейся мировой войны вместе взятых вот так слабо и плохо и не готово было по авиации в танках все было гораздо лучше смотрим на экран и видим цифры опять же взятые из книжки Мельтюхова я таблицу которую перед вами просто немножко округлил ну смешно говорить о количестве танков с точностью до единицы когда они прерывно что-то делают новое что-то списывают и если вы поработаете китайским калькулятором то вы увидите что Советского Союза на момент начала Второй мировой войны а танков было в два раза больше чем Германия Франция и Англия вместе взятых это при том что у Советского Союза я считаю все правильно то есть танком я называю танк то что имеет ну хотя бы 75 извиняюсь хотя бы 45-миллиметровую пушку в этом числе который вы видите извиняюсь 14,5 тысяч нету нет и 27 ни легких плавающих а у Франции мы засчитали все включая танки с Первой мировой войны а у Германии мы засчитали вот эти вот замечательные Т-1 пулеметные танкетки с противопульным бронированием не способны вести бой нескольким танкам это мы все засчитали и получилось вот так ну и итоговая диаграмма показывающая соотношение сил Германии и Советского Союза ну тут по-моему все в общем настолько понятно что комментарии да единственное нужно комментарии вот к танкам что это там такое непонятненькое это коричневое коричневое это германские танки которые имели как еще хоть какую-нибудь пушку ну хоть какую-нибудь пушку вот и соответственно белым это пулеметные танкетки учтенные с той и с другой стороны то есть мы видим ну очевидное многократное в разы превосходство по всем составляющим по всем составляющим вооруженных сил и что интересно и что интересно ведь кроме того что много танков пулеметов танков 36 танков бригад дивизии и так далее пехотных стрелковых и так далее ведь никто же про эту потрясающую сокрушающую мощь ты и не знал в следующей в следующей нашей передаче мы будем говорить о том какие оценки советского военнопотенциала простите за автологию давала английская и французская разведка как они представляли себе то есть они великана Гулливера принимали за Карлика и Германия между прочим но все все ошиблись с оценкой советского потенциала и оно неудивительно потому что приезжающие оттуда допустим технические специалисты рассказывали про страну где люди живут в бараках где сортир на улице где по праздникам выкидывают в кавычках выкидывают ржавую селедку шашадам может быть в этой стране ну примерно так как сегодня весь мир думает про Северную Коре ну какая там может быть ядерная бомба Северной Коре ну помилуйте ну нищая страна у них там хлеба нет риса не могут каждому выдать вот примерно так же воспринимали и не верили и не верили возможности возможности серьезные возможности товарища Сталина военной области и никто и не признался и не извинился кроме одного кроме одного который признался свои ошибки сейчас мы это дело зачитаем уже извините кавычки открываются мы не ошиблись в наших планах мы также не ошиблись в оценке эффективности и храбрости немецкого солдата и мы не ошиблись насчет качества нашего оружия однако насчет одной вещи мы ошиблись мы понятия не имели насколько грандиозными были приготовления врага против Германии и Европы и как невероятно велика была опасность его Советского Союза мощь была сконцентрирована против Европы которая к несчастью ничего об этом не знала а многие и сейчас не имеют об этом ни малейшего понятия это было бы второе нашествие Чингисхана что это я такое вам читаю это я вам читаю выступление Гитлера Адольфа Гитлера 3 октября 1941 года спорт палас дворец спорта иногда переводят 3 октября 1941 года дальше из того же выступления точнее всего наши солдаты говорит Адольф Гитлер пришли на земли 25 лет бывшие под большевистской властью те из солдат у которых в сердцах или умах еще жили коммунистические идеи вернуться домой буквально в смысле этого слова исцеленными я называл вам цифры гитлеровского нацистского террора поэтому не удивляйтесь тому что люди которые в голове были коммунистические идеи вполне себе живы здоровы кто в армии служит кто на заводе работает вернуться домой в буквальном смысле этого слова исцеленными картины этого рабоче-крестьянского рая как я всегда и описывал будут подтверждены пятью или шестью миллионами солдат после окончания этой войны они прошли по улицам этого рая это исключительно и только фабрика по производству оружия выстроенная за счет жизненного уровня граждан ну коль скоро дело дошло до того что в финале нашей передачи я цитирую Радольфа Гитлера вы наверное хотите спросить я вообще согласен с тем что читаю или нет я согласен со всем что в данном конкретном случае говорил этот величайший преступник и изувер кроме одного пункта он назвал жителей которых там обнаружили на территории гражданами но к несчастью это не были гражданами это были подданные Сталинской империи это были люди большая часть которая была низведена до положения крепостных меньшая часть тех которые находились в малом лагере в ГУЛАГе были низведены до положения лагерных рабов ну и они еще не знали что их в 1939 году еще не знали что их ждет превращение еще и в пушечное мясо вот имея такую страну захватив и оккупировав да захватив и оккупировав такую страну большевики превратили этих людей этот народ а в подданных а потом в крепостных а потом и в рабов имея гигантские гигантские горы вооружения они могли себе многое позволить они это большевистские лидеры конечно же они не были человеком который заливал какой-то там прибой они были главными игроками они были главными игроками этой игры и они могли навязывать ее правила и диктовать ее исход вот о том как это дело они Сталин коллективный Сталин это дело попытались и с огромным успехом для себя для них для их преступных целей и намерений с огромным успехом этого добились в 1939 году мы будем говорить в следующей передаче которая выйдет очень скоро после этой всего вам доброго спасибо за внимание спасибо за внимание Продолжение следует...